Мясо, рыба, овощи, фрукты и молочная продукция. На сельскохозяйственные ярмарки каждый может запастись продуктами впрок. На площадь Куйбышева местные производители везут все самое свежее. Эта продукция вся ночная, то что ночью разливалось, а перекупщики они же перекупают, это за день, за два перекупают, а здесь все ночное свежее. Для местных производителей ярмарка на площади Куйбышева хорошая возможность продать свой товар. В этом году поменялся формат ярмарки. На площади разместили несколько шатров, благодаря которым удалось увеличить количество торговых мест по сравнению с предыдущими годами. С 240 почти до 300. Николай пчеловодством занимается много лет. На площадь Куйбышева приезжает ежегодно. В этот раз сразу заметил положительные изменения. Ну, внешний вид вообще отлично, мусора мало. Я как вспомнил раньше, это горы мусора было, сейчас вообще классно, да. Единообразие теперь появилось и внутри торгового места. Бейджи с именами продавцов, информация о производителе, фартуке и даже ценнике – все изготовлено в едином стиле. Особое внимание и ценообразованию. Естественно, это отслеживается. Договор заключается с каждым участником ярмарки. Мы через Министерство сельского хозяйства получаем списки, которые именно производители. В первую очередь привлекаем их для работы на ярмарке. Естественно, это первый он производитель и для него это прямой сбыт. Соответственно, цена на такую продукцию, она будет существенно ниже, чем через вторые, через третьи руки. Половина сельхозпроизводителей, участвующих в ярмарке, представляют Самарскую область. Кроме того, здесь есть фермеры из Татарстана, Саратовской, Пензенской и Оренбургской областей. Самарцы говорят, есть из чего выбирать. На губернском, например, столько рыбы нет такого выбора. Мы исключительно за рыбой. Здесь настоящие продукты можно купить. Ярмарка на площади Куйбышева будет работать до 28 октября. Лариса Шлафас, Николай Сидоров, События.